Мы начинаем митинг, посвященный Русскому маршу. У нас сегодня ведущий руководитель инициативной группы ЗОВ, что переводится «За ответственную власть». Сегодня русский марш у нас проходит под лозунгом «Русский реванш». Русский реванш еще впереди, мы все это прекрасно понимаем. Мы понимаем, что люди слишком привыкли к своему спокойствию. И даже когда идет война в Сирии, некоторые говорят, какие мы крутые, не понимая, что если где-то бомбят, то те, кто бомбит, тоже будут бомбить по-своему. И когда говорили раньше, лишь бы не было войны, теперь начинают говорить, как здорово, как мы ведем войну, здорово без потерь. Потери есть и потери будут. И потери будут в нашей борьбе за русскую власть. Многие из наших соратников, наших единомышленников сидят в тюрьме или находятся под следствием, под судом по проклятой 282-й статье или по другим статьям Уголовного кодекса, которые им подыскивают, фабрикуя уголовные дела. Сегодня русский марш проходит во многих городах. Мы приветствуем Санкт-Петербург, в котором очень трудно давалось согласование, и все-таки русский марш там проходит. Мы приветствуем Нижний Новгород, мы приветствуем Тулу, мы приветствуем Екатеринбург. В этих городах точно проходит русский марш. В некоторых местах мы просто не знаем, какие мероприятия русского марша проходят. Но мы поддерживаем все русские марши, где выступают в защиту русского народа. Даже если они проходят на другом конце Москвы, и если среди нормальных русских людей там есть не вполне нормальные, а семья, как известно, не без урода. Мы всех приветствуем тех, кто выступает за русскую власть, за русское национальное государство. И тех, кому не дали сегодня выступить, например, в Воронеже, где Центр Противодействия Экстремизму не позволил провести русский марш. Мы приветствуем Новокузнецк, где не согласовали настоящий русский марш. А фальшивым националистам дали провести мероприятие, которое никогда не пользовалось успехом и никогда не поддерживало настоящих русских людей в их борьбе за русскую власть. Все эти люди с нами вместе, и даже если нам кажется, что нас недостаточно много, нас вполне достаточно, если мы будем не только на марше ходить, а будем заниматься самоорганизацией. Каждая организация русского движения – это ценность, за которую мы должны бороться и протестовать против запрещения совместно, согласовывать наши позиции, сближать их, пусть непросто. Пусть мы разные люди из-за безвремения, которому уже по меньшей мере четверть века, мы отдалились друг от друга, теперь мы должны сближаться, действовать вместе и выходить вместе на русский марш. Не как на карнавал, не как на политтехнологию, когда нас тащат куда-нибудь к болотным, а именно как средство сплочения, объединения, общих лозунгов, общего дела. И после русского марша это дело продолжится в нашей повседневной работе, в интернете, в пропагандистской деятельности, в организации, в проведении научных конференций, в собирании всего русского интеллекта, потому что нам надо сформировать будет русское правительство. Если мы не соберем интеллект, тогда мы только и будем ходить по улицам и размахивать флагами. А нам нужна русская власть! Россия! Русскую 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 власть! Друзья, ну, к сожалению, вот Кирилл идет. Свою власть! Надо обрадоваться выступать и все. Не, 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 не. Дорогие друзья, прошу прощения, заинтересовала моя сумка. Сейчас внимательно изучают содержимое. Там списки, контакты, телефоны. Это очень важно для полиции, поэтому пусть посмотрят, почитают, пересчитают всех русских людей. А мы с вами будем продолжать мероприятие. У нас планировалось поздравление от представителей православных хорубеносов. Сейчас очень бы хотелось увидеть их представителя здесь на сцене. Если какая-то задержечка возникла, готовы еще несколько секунд подождать. Друзья, я прошу человек сам представиться. Слово православным хорубеносам. Если нужно поддержать. Заместитель в Союзах православных хорубеносов, Валерий Александрович Левский. Мы от имени Союза православных хорубеносов хочется поздравить всех прежде всего с праздником иконы Божьей Матери Казанская. Именно благодаря этой иконе, ее заступничеству Божьей Матери, русский народ и русское государство было неоднократно спасаемо. И мы неоднократно одерживали победы над нашими врагами, которых великое множество было, есть и будет. У меня в руках знамя. Знамя. Мы его создали недавно. Оно называется «Знамя последних времен». Знамя последних времен. Здесь изображены пять ангелов, подбивающих антихриста, змея. Мы считаем, что сейчас времена наступают очень тяжелые. Не только для России, для всего мира. Может быть, последние времена. Новороссия, Сирия, блокада, блокада Запада в России. Это только начало, как мы полагаем, нестроений в мире, борьбы, постоянно идущей борьбы, борьбы антихриста с Богом. Эта борьба сейчас разворачивается уже на просторах России, Новороссии. Уважаемые друзья, я хотел бы предоставить слово Владимиру Ивановичу Филину. Это представитель движения за национализацию и деприватизацию, а также координатор Русского национального фронта. Владимир Иванович, пожалуйста. Друзья, я хочу сегодня обратиться к русскому народу. Сколько можно спать? Сколько можно терпеть это издевательство над людьми? Сколько можно просто не замечать того, что у нас происходит в стране? Власть сегодня захватила группа негодяев, людей, которые сегодня заинтересованы только в том, чтобы набить себе карманы. Мы, русские люди, сневедены до уровня рабов. Мы сегодня с вами, стоя здесь, думаем о том, как завтра нам прожить, как нам своих детей прокормить. У нас сегодня проблемы выше крыши. Вчера показывали по телевидению, что они начали бороться с коррупцией. С какой они коррупцией начали бороться? Они рассматривают мэров и губернаторов, которые не вошли в систему их, которые выскочили из нее. Теперь они их сажают. Да, они коррупционеры. Но кто это все сделал? Кто этим занимается? Это партия, Единая Россия, которая их ставила. В выборах таковых нет. И то, что у нас сегодня все почти губернаторы старые, которые были и ранее, так сказать, избраны и назначены. Я бы их назвал, что они назначены, они избраны. Они осуществляют ту политику воровства, грабежа, который уже длится на протяжении 20 лет. Нам рассказывают о наших победах в Сирии. Нам говорят, что в Украине плохо. А извините, а что если мы защищаем сирийский народ? А что ж тогда власть не защищает русский народ? А это не их народ. У них все за рубежом. Дети учатся за рубежом. У них имущество за рубежом. У них деньги за рубежом. Так к кому они вообще относятся? Они кого представляют здесь? Это чья власть? Власть наша, русская? Или власть тех олигархов и тех, кто у нас из-за рубежа ими командует? Мы говорим о том, что надо изменять ситуацию. Надо решать вопросы. Но кто их будет решать, если эта власть не заинтересована их решать? Если из нашего, в общем-то, братского народа на Украине сделали просто злейшего врага. И мы с вами пожинаем сегодня те плоды 20-летнего правления этой власти, которые она создала и дальше будет создавать. Нужна ли нам такая власть? Да или нет? Нет! Нужны ли нам олигархи у власти и продажные чиновники вместе с коррумпированиями политиками? Нужны ли они нам? Нет! Долой коррумпированную власть, власть чиновников, продажных политиков и власть олигархов. За русскую власть, за русский мир, за русскую власть. Слава России! Слава России! Слава России! Путин сдал Новороссию! Пожалуйста! Я повторю только, что прокричавшие, прозвучавшие слова, вот человек правильно сказал, Путин сдал Новороссию! Это, к сожалению, именно так. И сегодня у нас есть гость из Луганска, это представитель Союза писателей Украины, России, Дмитрий Николаевич Юткин. Я предоставлю сейчас ему слово, а вас прошу внимательно отнестись к тем, кто сегодня собирает пожертвования в ваших рядах. Это все хорошие, достойные люди, в том числе эти пожертвования и на операции, на помощь семьям, тем ребятам, которые отдали свое здоровье на территории ДНР, ЛНР, которые пошли за правое дело и остались там без поддержки. Сегодня кроме нас их поддержать некому, потому что, к сожалению, даже в Ростове сотрудники этой полиции арестовывают людей, не дают выехать, чтобы оказать помощь в ведении боевых действий, арестовывают тех, кто прямо открыто говорит, что да, я поехал защищать русский мир, я хочу помочь русским братьям и сестрам. К сожалению, их не выпускают туда, они испытывают преследование, и в том числе и на юридическую помощь, им тоже нужны ваши пожертвования, нужна ваша помощь. Что у кого есть, пожертвуйте тем, кто сейчас собирает эту помощь с небольшими коробочками, ящичками, вы среди вас этих людей увидите. Слово Дмитрию Николаевичу Юбкину. Мир вам, братья и сестры, мир вам, русские люди. Поздравляю вас с праздником иконы Казанской Божьей Матери. Все вы знаете, какие события начались в ноябре 2013 года в Украине. Общество раскололось, точнее его раскололи на две части. Одна часть хотела в Евросоюз, вторая часть ориентировалась на традиционный союз с Россией с последующим вхождением в таможенный союз. Сторонники Евросоюза организовали Евромайдан, послуживший стартовой площадкой для революции и гидности, затем переросший в братоубийственную войну, где брат убивает брата. На радость упырям, до этого ограбившим до нитки страну. И сейчас льется братская кровь там. И она не останавливается, эта война. С краткими перетышками мы слышим про эти перемирия, то, что там происходит. Когда к власти пришло новое правительство в результате государственного переворота, сразу же средства массовой информации начали ярую русофобскую политику, яро-нацистскую. На стиле кранов не вылазили физиономии Яроша, Фарион, Ляшко, Тягнепока и подобных товарищей калибром поменьше. Цель этого была вызвать им возмущение, гнев и возмущение на территории Юго-Востока Украины. Эта цель была достигнута. На Юго-Востоке Украины ждали нашествия нацистских полчищ. Народ был взбудоражен. В это же время, в начале марта, Путин в интервью тележурналистам сказал следующие слова. Те, кто отдаст команду стрелять в этих людей, в мирное население, пусть всегда помнит, что за их спиной будем стоять мы. Мы, это он имел в виду, Российская Федерация, государство русское и армия Российской Федерации. Люди поверили. 11 марта Крым вошел в состав России. После этого, в мае месяце проводится референдум на территории Луганской и Донецкой области. Люди рассчитывали, идя на этот референдум, что с ними поступят точно так же, как поступили с Крымом, что все пройдет по крымскому сценарию. Но этого не случилось. Такой явки, как был на этот референдум, никогда не было ни на одни выборы. Люди по двое в двери шли. В мае началась война. Залповые установки обстреливали мирные города. Гибли женщины, старики, дети. Погибли десятки тысяч людей и были искалечены. Но российская армия так и не вошла. Хотя ее ждали, постоянно распускали слухи, что российская армия стоит на границе, вот-вот войдет. Люди верили в это. Война продолжалась более года. С потерьми, с жестокими потерями, с разрушениями. Настал черед переговоров. Прошли Минские переговоры-1, Минские переговоры-2. В результате боевые действия активные практически приостановлены. Но в тюрьмах сидят люди за политическое убеждение. В Украине и также в тюрьмах ЛНР, ДНР находятся военнопленные. Хотя на Минских переговорах был разовор об обмене всех на всех. Этого не произошло. Но на Минских переговорах еще был один момент, о котором не сильно часто упоминают в средствах массовой информации. Это переход и втягивание ЛНР и ДНР обратно в состав Украины на правах областей с особыми правами. Тут возникает сразу вопрос, за что погибли люди? За что нарушена жизнь миллионов людей Донбасса и вообще всей Украины? Каков смысл был этой пролитой крови? Или опять это очередная многохотовочка, как нас утешают пропагандоны с экранов телевизоров? Сейчас в Новороссии настроение, конечно, не самое радужное, то, что там происходит. Но Новороссия громко сказал, так скажем, в Луганске, в Донецке. В Новороссии как проект не осуществился, и пропагандоны нам тоже об этом радостно сообщили еще около года назад. Хотя русский народ верил, что это будет как задел для будущего возрождения русского государства. Так что, насчет того, что там у нас происходит, средствам массовой информации доверять не стоит вообще. В скором времени участки, которые контролируются по договоренностям, народным ополчением станут пограничники Украины. Это будет сигнал для зачистки людей, которые находятся в ЛНР, ДНР, именно самая активная часть. Опять нам будут рассказывать про многохотовочки. Плотницкий сказал, что мы этого не боимся. Нам это не страшно, что украинские пограничники туда станут. Не страшно это и Владимиру Владимировичу Путину. Еще раз поздравляю вас с праздником. И хотелось бы пожелать, конечно, чтоб русский народ пожелал стать русским. И чтоб мы смело могли говорить то, что мы русские и с нами Бог. И чтоб это действительно было так. Сейчас упыри радуются, что им удалось устроить эту братоубийственную бойню. Они радуются тому, что народ послушен, слепо послушен зомбоящику. Но не забывают, что над всем стоит Бог. Все в руках Божьих. Как только со стороны русского народа будет покаяние. Покаяние о предательстве имени своего, о предательстве собственных интересов, о выдаче Божьего помазанника, русского царя Николая II в руки международных преступников. Как только русский народ покаяется за уничтожение своей культуры, традиции, тогда Бог действительно будет с нами. И тогда мы смело можем заявлять по всему миру. Мы русские, с нами Бог. Спасибо большое за обстоятельный разбор. Ну, друзья, у нас так много проблем, что мы просто очень долго будем о них говорить. Давайте коротко, сжато, динамично постараемся выслушать всех наших выступающих. И я предоставляю слово одному из самых эмоциональных ораторов Русского национального фронта Александру Кузьмичу Иванову Сухаревскому. Братья и сестры, я поздравляю вас с нашим праздником, с русским маршалом. Передо мной выступали наши соратники. Они немного рассказали о том кошмаре, который творится в нашей стране. А я бы вообще хотел вам бы сказать следующее. Что, допустим, вчера на заседании Русского национального фронта мы создали, наконец, правительство русского народного единства. Мы отменили 282-ю статью. Мы выпустили всех русских политических заключенных из путинских концлагерей. Мы начали депортацию всех чертей из России. Мы начали конфискацию незаконно нажитых прибыли капиталов. Мы начали аресты олигархов. Мы засадили в тюрьмы всех врагов русского народа. Но этого нет. Это фантазия. Почему? Почему? Да потому что не нами началось это несчастье. Много десятилетий наш народ сопротивлялся тому, что сейчас находит свое завершение. Надвигается катастрофа. Нас, русских, все меньше и меньше. Нас насильственно смешивают. Смешивают нашу кровь, воспитывая детей в толерантности, в любви к гомосексуальности, во всей мерзости, которая называется Декларация прав человека. Какая наглая и вместе с тем любвеобильная ложь. Она оболванила наш народ. И поэтому здесь так мало нас. Потому что здесь лучшие русские люди, которые понимают, в каком аду мы все живем. Но другие, которые спят, пока не понимают. И что же нам ждать? Нам остается ждать одно. Когда наш верховный правитель доведет нас наконец до дна. И тогда, когда отключится электричество, когда перестанут поступать продовольственные товары, тогда, наверное, толпы голодных выйдут и скажут «Долой эту кремлевскую шайку!» Но это опять все фантазии. Потому что мы недисциплинированы. Мы часто даем дешевые обещания, что мы сделаем то-то и то-то. А на самом деле мы предаем друг друга. Я здесь перед вами каюсь, что у нас в русской среде часто разногласия и непонятно из-за чего. И поэтому я вошел в русский национальный фронт. Я презрел все, что было до этого 25 лет борьбы. И надеюсь, что мы, наконец, сольемся в единый меч. И тогда полицейские, которые стоят здесь несметными рядами, будут петь хвалу нам, русским, и не будут служить больше всяким иудеям, всяким нацменам, всяким мошенникам. Потому что мы стоим народом, народом великим, каким были наши предки. Да, мы лучший народ в мире были. И мы снова станем. Да, мы исключительные. У нас самая большая была держава. И теперь у нас болезнь, это Украина. Потому что Кремль сделал все, чтобы нас возненавидели хохлы, а мы возненавидели хохлов. А кто в этом виноват? Иудеи! Это они! Они! Нас натравливают друг на друга. Поэтому давайте проявим дисциплину, самовожертвование, и отдадим все себя. Смерти нет! Есть трусость и страх бытия! Путин сейчас демагогически украл у нас само понятие русский народ. До этого он говорил, русскоязычные, русскоговорящие. Какое унижение! А теперь, говорит, русский народ, последний козырь достал из рукава. И поэтому люди верят ему и любят его. А правильно, это глаз народа. Ну что еще? Много людей сидят в тюрьмах. Помоги им, Бог! И они вольются в наши ряды. И я уверен, что мы победим. Через полтора года мы будем в Кремле. И тогда наступит царство свободы. Аминь! Слава Руси! Слава Руси! Слава героям, русским страдальцам в тюрьмах! Слава героям! Свободу Квачкову, герою русского оружия! Слава Руси! Слава героям, русским страдальцам в тюрьмах! Молодец! Молодец! Люди просыпаются и объединяются. Там их ждет большой сюрприз. Загнавшие в угол мерзавцы сами себя во властных кабинетах. Не хотят видеть, как люди самоорганизуются. И запрещают любые попытки организации. Любые здравые лозунги. Любую задорную боевую символику. Не так давно, к сожалению, неправосудно была запрещена организация народное ополчение Минина и Пожарского. Оболчение народное запрещают. Но тем не менее, несмотря ни на что, создаются новые движения, новые организации с новыми целями, с новыми задачами. И представителю одной из таких организаций, народному ополчению России, предоставляю я слово Юрий Анатольевич Етишев. Дорогие друзья, поздравляю вас. Вы сегодня на маленьком пятачке, на котором, можно сказать, не действует страх смерти, который сеет нынешний режим. На котором люди не соблазняются. На котором люди следуют русским правилам взаимопомощи. Здесь нет олигархов. Здесь нет тех, кто уничтожает русский народ. Но за ограждением уже начинается другая территория. Что произошло? Страну нашу превратили в концлагерь. Народ согнан на маленький пятачок, где вынужден выживать. И из него выжимают последние. В этом концлагере есть начальство. В этом концлагере есть пособники, которых они привозят со всех краев мира, чтобы управлять нашими богатствами, чтобы смешать наш народ с чужным генотипом и чтобы вырастить основу для своей оккупационной власти. Соответственно, некоторые разделились в своей борьбе. Некоторые борются за эту администрацию концлагеря. Некоторые борются за то, чтобы сменить ее и еще жестче грабить наш народ. И только те, кто понимают ситуацию, борются за то, чтобы не было такого на нашей земле. Чтобы концлагерь этот закончился. Чтобы наша земля вновь отдалась в наши руки. Чтобы наши богатства больше не принадлежали никаким кланам олигархов. Чтобы наши дети вырастали в нормальной традиции русских образов, русской истории с русским будущим. Кто этому мешает? Сегодня русских людей осталось еще достаточно, чтобы изменить ситуацию в этом концлагере. Но не хватает организованности. Не хватает тех, кто бы взял на себя ответственность встать с колен в этом концлагере. Таких, как полковник Квачков. В этом лагере есть еще отдельные камеры. Помещение камерного типа, где содержат русских героев. В этом концлагере есть тысячи отдельных лагерей, где содержат русских ребят по 282 статье. Ждать, что начальник концлагеря смилостивится над вами. Это Остангольский синдром. Нельзя любить нынешнего начальника. Но к этому призывают и религиозные структуры. Говорят, что смиряйтесь и послушайтесь. Разве не они вам лили в уши, что все они от Бога? Разве русский концлагерь может быть от Бога? Нет. Он от Сазаны. И те, кто это понимают, те готовятся к тому, чтобы стать хозяевами на русской земле. Ополчение показало, что новый мировой порядок не сможет его победить. Новый мировой порядок не сможет нас забомбить. Как только мы организуемся, мы наведем русский порядок на русской земле. И все наши ребята, рокеры, байкеры, молодежь, казаки, перестанут ходить на марши и митинги. У них будет земля, у них будут дома, у них будут семьи, у них будет будущее. Слава России! Спасибо Юрию Анатольевичу. Следующий выступающий дорог мне не только потому, что он хороший человек и офицер запаса, моряк, а еще и потому, что он защищает моих товарищей, находящихся сейчас в следственном изоляторе. Это хороший адвокат, хороший защитник. Ну а самое главное, это организатор, один из организаторов нынешнего мероприятия и один из организаторов первого русского марша. Николай Владимирович Куренович! Мы есть и будем, русские солдаты, плечом к плечу стоять. Всегда должны, чтобы люди-демоны, враги народа, посметь не смели, украть свободу жартицу русской полосы. Горжусь тем, что я, русские, и это наша земля. Россия будет свободной, очнется ото сна. Пробудятся наши предки в помощь русским богам. Россия станет свободной на зависть всем врагам. Горжусь тем, что нахожусь среди вас, среди лучших людей города-героя Москвы. Нас поддерживают миллионы. Что такое русская власть? Русская власть это 6-8 человек в русской семье. Это большие пособия матерям. Это бензин 1 рубль. Это отмена налогов, в том числе мошеннического и грабительского налога на имущество. Это представительство в органах власти. Это национализация СМИ, сырьевых отраслей, базовых отраслей нашей экономики. Вы видите снова, как в далеком 1612 году, 1812, 1841 мы находимся в кольце фронтов. Вокруг нас враги. Даже многие из наших так называемых славян тоже нами, нам друзьями не являются. Но тем не менее, мы русские есть, были и будем. И мы продолжаем борьбу. И наше выражение и сопротивление этой оккупационной власти не только традиционно проходящие русские марши, но и другие мероприятия. Поэтому спасибо всем, кто сегодня пришел на русский марш, выразил национальную солидарность. Наша борьба продолжается. И пускай враги всех мастей знают, и пускай они не думают, что мы сломлены и нас нет. Конечно, многие оболванины масонской и сионистской пропагандой. Они еще продолжают оставаться россиянами. Они еще не русские. Они ходят по Тверской, ходят за ложными поводырями, влюблено невыговаривающими букву «Р». Ходят за различными партийными лжеруководителями и агитаторами, по сынам юриста, по поэзю, любителям и защитникам выкухолей. Но их время приходит к концу. И всех врагов русского народа ждет расплата. А русский народ ждет процветания, Россию ждет просвещения, расширения территориальных границ до Белоруссии, Украины, Сербии, Аляски и русских земель Казахстана. Поэтому желаю всем крепкого здоровья, бодрости, духа. Никакого уныния. Да, царство дьявола наступает, и оно среди нас. Но тем не менее, мы продолжаем нашу борьбу, потому что с нами Бог, с нами Божья правда, с нами русские боги. Месяц назад сдохли Рокфеллер, Ротшильд, а также один из наших олигархов, серых кардиналов по фамилии правильной Киршбланд. Поэтому ожидается скорая смерть английской королевы и всех других чертей и сунаревов. А нам ждет с вами процветание. Слава всем нам, слава русскому народу, да сгинут все наши враги. Следующее слово предоставляется замечательной женщине, мужественной женщине, достойнейшей женщине, супруге Владимира Васильевича Квачкова, Надежде Михайловне Квачковой. С праздником вас, люди русские. Владимир Васильевич сейчас находится в колонии Мордовии. Содержит его сейчас в одиночке. Можно сказать, что у него такой затвор. И недавно мы у него были на свидании. Он прочел нам молитвенное правило, которое длится у него от полутора часов до двух. И я хочу из него прочесть небольшой отрывочек. Потому что он касается здесь всех нас, собравшихся, его соратников, друзей, близких. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вначале, как обычно, молитвы перед молитвенным правилом. И дальше. Спаси, сохрани и укрепи, Боже, соратников и единомышленников народного ополчения России и всех других борцов за веру, Отечество и народ русский. Заключенных в тюрьмы, находящихся в розыске, ведущих борьбу на свободе, воюющих в Новороссии. Наставь нас, Святые Божие, на путь истинный. И обереги нас от розыска вражьего, от поражения холодным оружием. Пулей, снарядом, миной, бомбой, ракетой и от другой раны. Ограде от засады, налета, захвата, западни от сетей и ловчих. На нас, расставленных, от нападения подлого, от глаз подглядывающих и ушей подслушивающих. Сохрани, Господи Иисусе Христе, народное ополчение с соратниками нашими и имя, и меня, воина Христова Владимира, до начала военного похода и битвы за освобождение России. И в час, который Ты знаешь, Господи, призови нас и прими нас, грешных, под священные хоруги Твои, Христа Спасителя. Собери нас, малое воинство Христово, с соратниками нашими, в полки Твои, силы неодолимой. Поставь нас в строй воинский, ратный, под походные знамена народного ополчения земель русских. Поведи нас в бой за веру и Отечество и даруй победу над супротивные. Подай, Господи, не нам, Боже наш, Иисусе Христе, не нам, но имени Твоему. Дай славу ради истины и любви Твоей, ради правды и справедливости на земле и ради жизни христианской в России. Даруй, Господи, народу русскому войну за веру и Отечество во спасение наше и победу воинству Твоему. Даруй, Боже, и мне, воину Христову Владимиру, радость боя за освобождение моей матери Родины России. Даруй радость боя за Русь, Матушку, и радость победы над врагами веры и Отечества. А если не дано мне этого на земле, не спошли, Господи, мне смерть воинскую или иную непостыдную. И даруй радость победы на небесах или иное. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Пресвятая Богородица, заступница и защитница наша небесная. Слава Тебе. Возбранная воевода духовного воинства христианская, несокрушимая побозе оснований нашего спасения, грозное устрашение враг видимых и невидимых, Пресвятая Владычица Богородица. Укрепи наш дух в стоянии за веру православную и даже до кончины мученической за Господа нашего Иисуса Христа. Укрепи дух воинства русского и меня, воина Христова Владимира. И накрой нас соратниками, покровом своим, Матерь Божья Владимирская. И укрой нас в доме своем, Российской Матерь Божья Державная. До битвы только прошу Тебя и для битвы за веру и Отечество. Укрой нас от врагов, Пресвятая Богородица. А с началом военного похода и битвы за Русь Святую, Россию единую и неделимую. Защити нас от всех стрел вражеских, видимых и невидимых, образом своим. Матерь Божья Семистрельная, стань Богородица нерушимой стеной за тех, кто пред тобой станет стеной нерушимой, за веру, Отечество и народ русский, за Господа нашего Иисуса Христа. Защити защитников Христовых, Пресвятая Богородица. Моли Бога о нас и обо мне грешным, Святой Владимир. По дерзновению своему, Государь, по дерзновению и разумению своему, Тебя и твой подвиг жизненный, христианский, государственный, взял я себе в пример. Помоги же мне, Святой Владимир, если будет на то воля Божья, Подобно тебе, с дружиной, и мне, грешному, с соратниками, Разогнать и рассверить тьму и мглу духовную над землей русской И открыть, разгородить народу русскому путь к свету истинной веры Христовой. Спасибо. Дорогие друзья, вот слушая каждый раз слова, которые Владимир Васильевич передает, Которые передают его соратники, К сожалению, думаешь, не последние ли эти слова? И хочется себя убедить, что нет, не последние, Что будут еще добрые слова от тех соратников, от тех союзников, Которые находятся сейчас за стенках. Давайте поддержим и Надежду Михайловну, и себя, и наших товарищей, Давайте дружно крикнем, Свободу Квачкову! Свободу Мухину! Свободу Парфенову! Свободу Соколову! Друзья, бесконечно можно перечислять ряд наших заключенных, И мы обязательно на всех наших ресурсах, Я надеюсь, и петиции, и наши прошения к народу, когда мы просим организоваться и защитить наших братьев, наконец-то проснуться. Все это будет размещено, все это будет выставлено, в том числе и на тех ресурсах, которые сейчас еще только создаются. Потому что на место каждого из нас должны прийти десятки новых людей, поддержать наше дело, поднять наши флаги, которые выбивают у нас из рук, и довести дело до конца. Россия будет свободной! Россия будет свободной! А я предоставляю слово человеку, который сам неожиданно попал тоже под преследование по 282-й статье, лидер группы коррозии и металла Сергей Троицкий. ...что москвичи поддержали наше мероприятие, пришли на народные гуляния на русский, марш, например, да, называется? Буквально, значит, месяц назад мне вынесли 282-ю статью, например, в чем-то часть первая, например. Вот Куринович, депутат Госдумы четвертого созыва, участвовал в деле в битве за орел, бей чертей и спасай Россию, например. Какое я преступление совершил, например. Мое преступление заключается лишь в том, что я сочинил всего примерно 30-40 песен по типу «Бей чертей и спасай Россию», например. А нужно их было совершить больше, больше песен сделать «Бей чертей и спасай Россию» один, «Бей чертей и спасай Россию» два, например, в чем-то этого. В этом-то только мое преступление перед русским народом может заключаться, например, в чем-то этого. Поэтому всем прекрасного настроения, отличного дня, слава России, слава всем нам! Ура! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава всем нам! Ура! Слава всем нам! Спасибо, Сергей! Возвращаемся к теме защиты наших заключенных, возвращаемся к теме правозащитников. Среди нас настоящий русский правозащитник Елена Львовна Рохлина! Здравствуйте, Дина Гарина арестована Питер, привет вам, мы с вами Арестованы по той причине, что в Питере вообще не разрешают русские марши И каждый раз питерцы, смелые, молодцы, выходят на несанкционированные мероприятия Потому что они не могут себе позволить лишить такого удовольствия пройтись русским маршем Сидит у нас Николай Бондарик, поинтересуйтесь за что Там такой пост, ну и близкой экстремизма нет Просто нужно было Бондарика посадить, слишком активный, слишком яркий Ребята из атаки сидят Ну, как можно за мысли судить? Мы уже начали привыкать к тому, что за мысли судят И за мысли сажают И вообще такое ощущение, что мы находимся в каком-то дурдоме Но огромная масса людей этот дурдом не замечает Политзаключенных очень много И обидно будет не перечислить всех Но еще обиднее сидеть за решеткой И когда тебя не поддерживают И, конечно, спецслужбы стараются и нагнетать ситуацию вокруг человека Чтобы он почувствовал себя одиноким Спасибо вам за ту помощь, которую вы сегодня оказали Я еще хочу сказать про других политзаключенных Дело в том, что в Украине сейчас более 2,5 тысяч людей Арестованные, СБУшниками, посаженные Некоторых ждут пожизненные сроки Вся вина этих людей в том, что они поддержали русский мир Как вы знаете, Новороссия была предана, продана А эти люди сидят По минским договоренностям этих людей нужно освободить всех на всех Но никто этого делать не собирается И они уже настолько отчаялись, что обратились к нам, к протестному сообществу Стучатся просто к нам, ко всем подряд в интернете И просят помочь И я вас сейчас прошу, дорогие мои Вот мы скоро, русский национальный фронт Но все, кто стоят, слава Богу, пока еще не сидят Все, кто стоят на этой сцене Мы заставим петицию в защиту политзаключенных Украины Которые поддержали Новороссию Поддержали восставших русских людей Мы эту петицию составим с обращением Порошенко и Путину К сожалению, больше нам некому обращаться Мы попросим политической воли в отношении этих людей Чтобы наконец-то их освободили Донбасс освободило огромное количество людей Тысячи людей сейчас на свободе А вот почему одни на свободе Своими семьями здоровые, живые А других по жизненной сроке Или по несколько лет тюрьмы Все это ожидают Вот эта петиция выйдет Она будет на наших страницах Она будет на сайтах Я очень вас прошу Не только подписывайте, распространяйте Я знаю, что порой 2-3 человека могут свернуть горы Нужно ее распространить Нужно поднять тему Кто может, снимите какое-то видео на эту тему Нужно поднять эту тему Нужно освободить Люди отчаялись Они надеются на нас Им больше не на кого надеяться Огромное количество фондов, которые не работают Так что Давайте поддерживаем полиц заключенных Они наши Мы их И с праздником вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!